Добрый день. По традиции начинаем брифинг с графика министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. Мы на прошлой неделе уже анонсировали предстоящее завтра очередное заседание Совета министров иностранных дел стран-участниц СНГ. Были и вопросы, и мы оговаривали, что если появятся двусторонние встречи на полях этого мероприятия, мы подробнее на них остановимся. Перед открытием заседания запланирована встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова с министром иностранных дел Республики Беларусь. Главы внешнеполитических ведомств обменяются мнениями о ходе выполнения программы согласованных действий в области внешней политики государств участников договора о создании союзного государства на 2018-2019 годы, а также обсудят вопросы развития правовой договорной базы российско-белорусских отношений, а также взаимодействия Россия и Беларусь в рамках интеграционных объединений и в рамках основных международных площадок. Будут рассмотрены региональные международные сюжеты, представляющие взаимный интерес. Кроме того, в графике министра иностранных дел России значатся также краткие встречи с министрами иностранных дел Туркменистана и Азербайджана. Форум дает возможность обменяться мнениями, поэтому если будут дополнительные контакты, мы также о них вас проинформируем. 5-7 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров совершит рабочую поездку в Арабскую Республику Египет и Иорданское Хашемитское Королевство. Запланированы его встречи с главами этих государств, руководителями внешнеполитических ведомств. В Каэре также намечены беседы министра иностранных дел России Сергея Лаврова с генеральным суперритором Лиги Арабских государств. Предстоящие беседы в Египте и Иордании будут посвящены обсуждению о реализации договоренностей, достигнутых по итогам последних контактов на высшем уровне, а также согласованию конкретных шагов по дальнейшему всестороннему развитию дружеских связей с этими арабскими странами. При этом особое внимание предполагается уделить задачам укрепления взаимовыгодного многопланового делового партнерства, включая осуществление совместных экономических проектов и активизации культурно-гуманитарных контактов. Также рассчитываем на предметный обмен мнениями по ключевым темам региональной и международной повестки дня с упором на востребованность консолидированных усилий по поиску политико-дипломатических развязок, сохраняющихся конфликтов на Ближнем Востоке и Северной Африке, также решительному противодействию международному терроризму и распространению радикальной идеологии. В свете председательства Египта в 2019 году в Африканском Союзе планируется рассмотрение практических вопросов координации действий по подготовке намеченного на октябрь текущего года в Сочи саммита «Россия-Африка». 8 апреля министр иностранного дела России Сергей Лавров примет участие в церемонии открытия 12-й сессии Российско-Арабского делового совета и 4-й международной выставки «Арабия-экспо» и выступит с приветственным словом перед участниками. Эти мероприятия проводятся Российско-Арабским деловым советом при поддержке Министерства иностранных дел России в рамках плана работы Российско-Арабского форума сотрудничества на уровне министров иностранных дел с целью формирования важной переговорной площадки для обсуждения практических вопросов развития делового партнерства России со странами-членами Лиги арабских государств. Состоится полезный и заинтересованный обмен мнениями между представителями государственных структур России и арабских стран, руководителями крупного бизнеса, ведущими отраслевыми экспертами, нацелены на выработку конкретных предложений по развитию торговли, инвестиций, а также презентации новых перспективных проектов, в том числе в сфере высоких технологий и инноваций. 9-10 апреля, как вы знаете, в Санкт-Петербурге пройдет 5-й международный арктический форум «Арктика. Территория диалога» с участием президента Российской Федерации, а также президентов Исландии, Финляндии, премьер-министров Норвегии, Швеции. Участие в форуме примет и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Напомню, что, как уже говорилось неоднократно, эта тема обсуждалась, форум традиционно вызывает серьезный интерес за рубежом. На нем будут представлены все арктические государства, в том числе прибудут министры иностранных дел Дании, Исландии и Норвегии. Ожидается приезд высоких представителей из многих вне региональных государств Европы и Азии, а также международных организаций. Главная тема форума, как вы знаете, речь идет о форуме, который проводится в этом году, «Арктика. Океан возможностей». В ходе общей дискуссии основное внимание будет уделено вопросам обеспечения устойчивого социально-экономического развития Арктики, сохранение уникальных арктических экосистем, повышение качества жизни населения региона и укрепление в этих целях международного сотрудничества. Программа мероприятий форума разделена на три направления – прибрежные территории, открытый океан, устойчивое развитие. По ним состоится 29 тематических сессий. В рамках третьего блока будет организована тематическая министерская сессия «Арктика. Арена противостояния или сотрудничество». Дискуссию, как планируется, сейчас прорабатываются детали, но как планируется, откроет Сергей Лавров. Участие примут его скандинавские коллеги и другие высокие гости. Запланированы также отдельные контакты на полях форума. Предполагается проведение этой сессии 9 апреля. Я, безусловно, рекомендую вам следить за сайтом форума. Там будут отражены точное время и возможные корректировки графика. Также мы, безусловно, тоже дадим соответствующие анонсы. В рамках сессии, речь идет о упомянутой мной сессии, она позволит предметно обсудить подходы государства Арктического региона к международному сотрудничеству в высоких широтах и развитию его потенциала, а также актуальные для всех проблемы и пути их совместного решения. Арктический форум вписывается в общую парадигму многостороннего взаимодействия в регионе, собирает на своей площадке заинтересованных в Арктике игроков, обобщает и развивает уже идущие дискуссии по арктической проблематике. Такой мозговой штурм вопросов, связанных с Арктическим регионом, продолжится на площадке Арктического совета на министерской встрече в Финляндии 6-7 мая. Ну, конечно, такое внушительное представительство высоких зарубежных гостей на форуме в Санкт-Петербурге еще раз подтверждает ведущую роль России в развитии международного сотрудничества в этом регионе. 10-11 апреля состоится рабочий визит в Москву вице-премьера министра иностранных дел торговли Ирландии. 11 апреля планируются его переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Предстоящие переговоры станут первыми для глав российского и ирландского внешнеполитических ведомств с декабря 2012 года, когда Сергей Лавров в Дублине на полях СМИД ОБСЕ провел встречу с вице-премьером министром иностранных дел и торговли Ирландии. Предполагается обсудить текущее состояние перспективы российско-ирландских отношений, возможности активизации двустороннего сотрудничества и также имеется в виду обменяться мнениями по актуальной международной и региональной проблематике. Переходим к актуальной международной повестке. Текущая ситуация в Сирии. В Идлибской зоне деэскалации террористы пронусровского альянса Хаят-Тахрир-Аш-Шам продолжают осуществлять атаки по позициям сирийских правительственных сил. Не прекращаются обстрелы населенных пунктов, в результате чего гибнут мирные сирийцы. В марте было зафиксировано свыше 350 обстрелов. Это в два раза выше аналогичного показателя в феврале. Контроль террористов на Идлибской зоне деэскалации вызывает естественное отторжение, недовольство у проживающего там гражданского населения. Жители устраивают демонстрации, которые боевики, однако, жестоко подавляют, в том числе с применением стрелкового оружия. Агрессивные действия джихадистов ведут к кровопролитию, гибели женщин, детей. Подобные случаи, в частности, имели место в конце марта. Как уже отмечалось ранее, террористы в Идлибе продолжают подготовку провокаций с применением отравляющих веществ. 29 марта Российский Центр по примирению враждующих сторон сделал соответствующие развернутые комментарии, размещенные на сайте Министерства обороны России. В нем, в частности, указывается на причастность представителей французских, бельгийских спецслужб к проведению подобного рода инсценировок, включая подбор потенциальных жертв, подготовку медучреждений к видеосъемке и доставку отравляющих веществ в Идлибскую зону деэскалации. Мы обратили внимание на брифинг официального представителя Министерства иностранных дел Франции. Он прошел 1 апреля. В ходе этого мероприятия нас обвинили во лжи. Я хотела бы сказать, что здесь нечего даже комментировать. Я хотела бы в этой связи еще раз обратить внимание, в том числе и французских коллег, на то, что российские военные весьма подробно, аргументированно с фактами осветили сюжет с подготовкой химической провокации в Идлибе. Еще раз неплохо было бы в Париже с этими документами ознакомиться, прежде чем вылезать на трибутную с неуместными обвинениями. Вновь обращаем внимание на катастрофическую ситуацию в лагере внутренне перемещенных лиц Аль-Хауль в провинции Хасаке. Лагерь переполнен. Его общая численность превышает 73 тысячи человек. Только с 15 по 23 марта туда прибыли более 5 тысяч сирийцев. Большинство беженцев из Багуза и других населенных пунктов, где сирийские демократические силы при поддержке ведомой США международной антиигиловской коалиции, так называемой, продолжают зачистку районов от террористов ИГИЛ. Не удивляйтесь, что я говорю о террористах ИГИЛ, которые, по мнению ряда стран, их уже нет, они уже побеждены, но на самом деле они еще есть. По имеющимся данным, порядка 45% жителей Аль-Хауля это выходцы из Масула, иракского города, который в 2017 году был освобожден от ИГИЛ при участии всей той же так называемой антиигиловской коалиции. Я хотела бы напомнить, тогда так называемые точечные авиаудары США и их союзников привели к многочисленным жертвам среди мирных жителей Ирака. Значительным разрушением гражданской инфраструктуры города и тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома. Примечательный тот факт, что бежавшие в свое время из Масула люди не могут сейчас покинуть лагерь Аль-Хауль и вернуться в Ирак. Какова причина? Она скрывается в том, что их просто не выпускают контролирующие лагерь бойцы сирийских демократических сил. Подобная неконструктивная позиция подшефных США формирований вызывает серьезную озабоченность. Складывается впечатление, что подконтрольные американцам группировки, будь то в Аль-Хауле, в Рукбане, целенаправленно удерживают людей и препятствуют их возвращению в места постоянного проживания. При этом в Аль-Хауле, по данным Организации Объединенных Наций, отмечается острая нехватка воды и продовольствия. Отсутствуют необходимые средства для соблюдения элементарных норм гигиены. Ощущается нехватка медперсонала, лекарственных препаратов, оборудования. И, конечно, все это ведет к распространению инфекционных заболеваний и, безусловно, ухудшению санитарной и эпидемиологической обстановки в лагере. Вызывает сожаление, что международное сообщество просто не способно адекватно отреагировать на бедственное положение беженцев в Аль-Хауле. И, опять же, по оценкам Организации Объединенных Наций, для оказания неотложной помощи требуется 27 миллионов долларов США. Однако до сих пор удалось собрать лишь 4 миллиона долларов. И это все происходит на фоне победных заявлений по итогам третьей международной донорской конференции по Сирии, Брюссель-3, где доноры обещали выделить рекордную сумму 7 миллиардов долларов США. Я хотела бы обратить внимание на то, что речь идет о показании помощи внутроперемещенным лицам в лагере, которые находятся, опять же, на подконтрольной Соединенным Штатам Америки и их союзникам территории с задействованием механизмов Организации Объединенных Наций. Почему же у стольщедрых доноров не хватает средств для того, чтобы их направить на разрешение бедственного положения этих людей, это большой вопрос? Не уходя из региона, я хотела бы отметить, что мы с удивлением ознакомились, на мой взгляд, с потрясающим заявлением спецпредставителя США по иранским делам Брайана Хука о том, что Иран якобы несет ответственность за гибель шестисотен американских военнослужащих в Ираке. Мы не слышали ни о каких бойстолкновениях между американцами и иранцами на иракской территории. Поэтому вашингтонским коллегам стоило бы пояснить, что конкретно имеется в виду под причастностью Тегерана. Мы понимаем, что антииранские настроения просто зашкаливают в Вашингтоне, но все же, даже какая-то быть фактура под теми заявлениями, которые делаются, и ответственность необходимо нести за те слова, которые произносятся. У нас создается впечатление, что в Вашингтоне пытаются просто придумать очередной предлог, чтобы оправдать резкую эскалацию в отношениях с Ираном, если сочтут это целесообразно. Со своей стороны хотели бы предостеречь от подобных шагов, поскольку они чреваты катастрофическими последствиями для стабильности всего Ближнего Востока, который, в общем-то, и без того лихорадит. Так вот, возвращаясь к заявлению Хука, хотелось бы также поинтересоваться, а что вообще именно сами Соединенные Штаты Америки делали в Ираке? Зачем в 2003 году они вторглись в эту страну? Фактически ее разрушили. В результате американской оккупации погибли сотни тысяч иракцев. Я хотела бы опять же обратить внимание, что точной цифры нет, просто никто не считал гражданское население, которое там погибло. И я хотела бы также отметить, что сотни тысяч погибших иракцев – это мирные жители. В эти цифры не входят военные. По военным отдельная статистика. Вот, например, помним видеокадры 2007 года, на которых сотрудники американской частной охранной компании Blackwater стреляют из пулемета по безоружным людям в Багдаде. А кто ответит, например, за эти жертвы? Только сначала их надо посчитать. Кстати, вот, а кто, например, ответит за гибель в 1988 году практически трех сотен пассажиров иранского рейсового самолета, который был сбит ракетой из крейсера ВМС США в Персидском заливе? Ксподин Хук не хочет на эту тему высказаться. Вот кто-нибудь в Вашингтоне извинился за эти все жертвы? Всем также хорошо известно, что именно вторжение США в Ирак привело к возникновению ИГИЛ. Это принесло дополнительные страдания и иракскому народу, и соседней Сирии, и многим другим странам. Более того, это создало дополнительные риски для безопасности в глобальном масштабе, поскольку игиловские боевики сегодня разбрелись по всему миру, хотя страны Запада отрапортовали о том, что ИГИЛ уничтожен. Ну, может быть, они имели в виду только Сирию, но и там они есть, к сожалению. А если говорить о регионе, да и других странах, то, опять же, мы фиксируем их преступления практически по всему миру. Не должно быть сомнений. Американская интервенция против Ирака останется в истории тягчайшим нарушением международного права и фактическим преступным актом. И, конечно, мы рекомендуем США прекратить искать поводы для новых конфликтов, умножая своей агрессивной политикой страдания по всему миру. Венесуэла в условиях сохраняющейся остроты внутриполитического противостояния в этом государстве, которая подогревается в том числе односторонними санкционными мерами, действиями по социально-экономической дестабилизации и дезорганизации хозяйственной деятельности в этой стране, нарастает потребность в активизации международного содействия и регулирования венесуэльского кризиса, прежде всего в рамках латиноамериканского региона. Мы ценим искреннее стремление стран Латинской Америки и Карибского бассейна к поиску решения, в котором нет места силовому вмешательству. Об этом мы откровенно говорим с нашими партнерами. 2 и 3 апреля в Москве прошли обстоятельные консультации на уровне заместителя министра иностранных дел по внешнеполитической проблематике, соответственно, с Колумбией и Венесуэлой. Рассчитываем на продвижение вперед, подчеркнуто неангажированной в отношении потенциального внутривенесуэльского диалога инициативы механизма Монтовидео. Видим попытки латиноамериканцев подключиться к усилиям вне региональных игроков. Прошедшее в Эквадоре 28 марта заседание международной контактной группы по Венесуэле показало, что все участники этого процесса выступают за отказ от использования силы, безальтернативность мирного пути решения внутривенесуэльского конфликта и определение будущего гражданами этого государства. Это очень правильные, можно сказать, золотые слова, однако с ними явно диссонируют вынаменитые предварительные условия диалога, в том числе требования скорейшего проведения президентских выборов и переназначения состава избирательных и судебных органов власти. Мы не раз говорили, что навязывание условий одной из сторон внутриполитического противостояния в Венесуэле, да, в общем-то, и где бы то ни было, не способствует национальному примирению. По нашему убеждению, только инклюзивный диалог без предусловий поможет выйти на компромиссные решения по урегулированию кризиса. Не будет лишним еще раз напомнить, что со стороны президента Венесуэлы неоднократно звучали заявления о готовности к этому. В очередной раз призываем все ответственные, авторитетные, самое главное, самостоятельные в своих действиях политические силы Венесуэлы, каких бы взглядов и воззрений они не придерживались, сесть за стол переговоров во имя мирного будущего своего народа и своей Родины. Россия готова подключиться ко всем посредническим усилиям, которые основываются на конструктивном подходе и учитывают позиции сторон внутри венесуэльского процесса. Что касается непосредственно российско-венесуэльских отношений, они активно развиваются, несмотря на большое количество фейков, спекуляций, каких-то вбросов. В эти дни в Москве находится представительная делегация из Венесуэл во главе с заместителем председателя правительства этой страны. Проводится заседание рабочих групп в рамках 14-го заседания Межправительственной Российско-Венесуэльской комиссии высокого уровня. Намечен к подписанию объемный пакет двусторонних документов, различных представляющих взаимный интерес в областях. Речь, в частности, идет о таких направлениях, как культурно-гуманитарные связи, аудиовизуальные сферы, взаимодействие между таможенными органами двух стран. И также проходит многоотрясливой бизнес-форум, для участия в котором в Москву прибыли представители более 40 венесуэльских компаний. Еще раз хотела бы сказать, сотрудничество между нашими странами продолжает развиваться в нормальном режиме, и у него большие перспективы. Украина. У нас огромное было количество запросов на комментарии электорального процесса, президентских выборов. Подводить какие-либо итоги, как вы понимаете, избирательной кампании на Украине представляется преждевременно. Она находится в разгаре. Состоялся первый тур. Окончательный вердикт можно вынести не раньше окончания второго тура. Вместе с тем, даже итоги первого этапа во многом не столько можно подвести, сколько они говорят сами за себя. Очевидно, что народ Украины, несмотря на оказываемое давление, использование и грязных технологий, и фальсификации, дал должную оценку пятилетней деятельности Порошенко на посту президента. Она всем хорошо известна, я не буду ничего перечислять. Комментарии самих участников предвыборной гонки дают ясное представление о так называемой чистоте избирательного процесса, свидетелями которого мы все стали, выявленных там серьезных электоральных нарушений. Это подтверждают и выводы международных мониторинговых миссий, в том числе Бюро по демократическим институтам, права человека. Несмотря на явное желание, конечно, сгладить, скорректировать оценки, негативные оценки в докладе Бюро по итогам первого тура, тем не менее говорится о грубом злоупотреблении административным ресурсом, подкупе, давлении на избирателей, незаконной агитации, манипуляциях со списками избирателей, включении в них так называемых мертвых душ, ангажированности СМИ, нарушениях в работе комиссии и так далее. Упоминается об отказе ЦИК Украины в аккредитации российских наблюдателей, что противоречит международным обязательствам Киева. Отфиксировано закрытие избирательных участков в украинских загранпредставительствах на территории России, из-за чего не смогли проголосовать порядка трех миллионов украинских граждан, которые находятся на территории России. Продолжим внимательно следить за развитием ситуации на Украине. Рассчитываем, что в оставшееся до второго тура время официальный Киев воздержится от организации каких-либо провокаций для привлечения голосов избирателей. Призываем западных партнеров Украины повлиять на действующие власти в Киеве и удержать их от опрометчивых шагов по расшатыванию без того неспокойной внутриполитической обстановки в стране. Но мне кажется, что есть одна серьезнейшая вещь, которая почему-то просто выпала из наблюдений специализированных структур. О ней стараются тоже по непонятным причинам не говорить на Украине. В общем-то и в мире эту тему обходят молчанием, а именно Донбасс. Ведь там голосование не проходит. Этих людей киевский режим вычеркнул из состава Украины. И это исторический факт. И мне кажется, что ответственность на этом решении, ответственность за это решение должны, конечно, нести в Киеве и понимать всю серьезность последствий. Мы слышали и неоднократно читали и наблюдали критические оценки в адрес России, что Россия якобы вмешивается, что Россия якобы мешает в том числе электоральному процессу. Чего только не было сказано. Простите, а кто-нибудь задумался в Киеве о том, что серьезнейшее решение о будущем страны люди, которые находятся в Донбассе, принять не могут? И о том, насколько эти люди смогут ответить на вопрос относительно легитимности того, что сейчас проходит на Украине. Вот мне кажется, над этим вопросом этот путь почему-то из повестки дня выпал при освещении ситуации на Украине. А мне кажется, это неправильно. Я думаю, что это будет иметь серьезнейшие последствия для будущего Украины. Другая тема. Мы обратили внимание на обращение общественного движения групп патриотов Мали с призывом к руководству и народу Российской Федерации об оказании решительного содействия в регулировании внутреннего конфликта в этой стране, которое было сделано сразу после гибели более 130 мирных граждан в результате нападения на почве межэтнического конфликта на населенный пункт в центральной части Мали. Учитывая, что это обращение было, нас просили прокомментировать, не могу этого не сделать. Это трагическое событие, одно из многих в череде массовых проявлений насилия в ходе затяжного внутреннего конфликта в Мали, который усугубляет действия различных аффилированных с ИГИЛ и Аль-Каидой. Напомню, по заявлению ряда стран с ИГИЛ покончено. Террористические группировки, базирующиеся как в самой стране, так и в сопредельных государствах Сахаро-Сахельской зоны. Сохраняющаяся в Мали сложная ситуация в области безопасности свидетельствует о необходимости продолжения эффективной поддержки стабилизационных шагов малийского правительства, которому уже активно оказывают помощь, развернутая в этой африканской стороне с 2013 года, многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали, а также иностранные военные контингенты, включая осуществляемую Францией операцию «Бархан». Как постоянный член Совета безопасности ООН, Россия продолжит вносить вклад в усилия международного сообщества по урегулированию кризиса в Мали, оказание на двусторонней основе содействия в деле укрепления обороноспособности в этой стране, в том числе подготовку малийских военных и правоохранительных кадров. Вновь передаем искренние соболезнования и слова поддержки всем родным и близким жертв и пострадавших в ходе атаки на мирных жителей этого населенного пункта. НАТО 70 лет отмечает эта организация. 4 апреля 1949 года в Вашингтоне был подписан Североатлантический договор, в соответствии с которым был создан блок НАТО, основной задачей которого было противодействие Советскому Союзу. Сейчас Советского Союза нет. И нет его уже практически 30 лет. А НАТО существует, и цели не изменились. Да, собственно говоря, и методология тоже. Мало того, Североатлантический альянс делает все, чтобы снова занять место главной геополитической угрозы. Вернулась все, и риторика холодной войны, и агрессивные действия. В Восточную Европу прибывают все новые вооружения. Модернизируется военная инфраструктура вблизи российских границ. Военные расходы стран блок растут год от года. Они превышают российский оборонный бюджет более чем в 20 раз. В столице государств альянса заговорили о возобновлении конкуренции между ведущими державами и Россию, теперь уже вместе с Китаем, называют среди основных соперников Запада. Судя по последним заявлениям из Вашингтона, где сейчас проходит встреча министров иностранных дел стран НАТО, альянс останавливаться не собирается и будет продолжать нагнетать обстановку в Европе. Такая эскалация военно-политической напряженности, как вы знаете, не выбор России. Наша открытость к конструктивному взаимодействию, в том числе с альянсом, хорошо известна. И, в общем-то, мне кажется, нам не занимать готовность выстраивать партнерские отношения с этой структурой. Напомню, что через три года после агрессии против Югославии в 1999 году оценку этим событиям мы давали на прошлом брифинге. Создан новый, действующий на принципах равноправия и консенсуса механизм Совет России-НАТО. В его рамках российская сторона вела полезные совместные проекты вместе с представителями альянса, с странами, которые входят в эту организацию. Развивали и политический диалог. Более того, в 2010 году Россия и НАТО на саммите в Лиссабоне заявили о стремлении к подлинному стратегическому партнерству. Но альянс оказался не готов к равноправным отношениям. Его стремления к исключительности оказались сильнее. Не прошло и полгода после Сабона, как НАТО ввязалось в ливийскую авантюру, окончательно развеяв иллюзии своей способности следовать международному праву. Сейчас главной задачей альянса объявлена защита восточноевропейских союзников от так называемой российской угрозы путем прямой накачки регионовооружениями и активизации учений, в том числе с отработкой наступательных сценариев. В общем-то, вполне себе странный метод успокоения, когда сначала всех запугивают, а потом просто превращают регион в пороховую бочку. Про успехи НАТО в военной истории говорить, в общем-то, даже и неловко. В Югославии, Афганистан, Ливии операции альянса принесли туда только хаос, разруху, сопровождались жертвами среди гражданского населения. Да и флагманы этой структуры, которую задают там тон, в первую очередь Соединённые Штаты Америки, также не отметились ничем хорошим. Про Ирак я сегодня говорила. Расширение НАТО на страны Восточной Европы не способствовало безопасности этих государств. Напротив, создавало новые риски. Более того, альянс, позиционирующий себя как некое сообщество ценностей, не отличился успехами и в сфере свободы и демократии. Пример тому ситуация с правами человека в той же Прибалтике. Она не улучшилась, только ухудшилась, когда правительства этих стран со вступлением в блок почувствовали, видимо, полную безнаказанность. В целом, что хотелось бы пожелать НАТО в эти дни, в дни дня рождения? Наверное, внутреннего спокойствия, поменьше нервничать, не увлекаться навязчивыми идеями и фобиями. Ну и, конечно, хотелось бы пожелать мудрости. Ибо ею не отличаются высказывания руководства этой структуры. Честно говоря, она мне уже начинает напоминать какую-то секту, в которой есть один лидер, который насаждает абсурдные, ничем не подкрепленные, нереалистичные идеи остальным адептам. Но, честно говоря, не про это я хотела бы сказать. Я хотела бы сказать о высказывании господина Столтенберга. Выступая в Конгрессе США, он поставил в один ряд Китлера, ИГИЛ, Сталина. Сказал, что Сталина нельзя было сдержать. Какую-то абсурдную историческую, логическую цепочку пытался построить. Представители Министерства иностранных дел России на высоком уровне уже прокомментировали. Это совершенно... Оно даже не столько неуместно, а просто глупое заявление. В частности, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко отметил, что в Норвегии, которую Красная Армия освобождала от немецко-фашистских захватчиков, просто многие сгорали от стыда после заявления своего соотечественника. Я хотела бы дополнить эту, по-моему, очень красноречивую оценку двумя моментами. Во-первых, норвежский народ высоко оценил вклад Красной Армии и руководство Советского Союза в дело освобождения этой страны. Я хотела бы напомнить Столтенбергу, а я думаю, что они просто еще все дурно образованы. Я думаю, что в этом еще проблема. Это, кстати говоря, большой миф о качестве западного образования. Мы это видим сейчас на примере Британии. Да и вообще многие западные политики, они отличаются абсурдными, глупыми заявлениями, которые не имеют никакой привязки к фактологии. Так вот, я хотела бы напомнить, что 26 октября 1944 года, 1900, извините, я понимаю, что это Столтенберг был, поэтому 1944 года по радио норвежский король говорил, цитата, «Мы следили с восхищением и энтузиазмом за героической и победоносной борьбой Советского Союза против нашего общего врага. Долг каждого норвежца заключается в том, чтобы оказать максимальную поддержку нашему советскому союзнику». Генсек альянса норвежец, я уже говорила. Более того, я надеюсь, он в курсе, что Красная Армия освободила северный регион этой страны, восточный Финмарк от фашистских захватчиков. И в ходе этой операции, которой руководила советские военачальники, лидеры, конечно, главы государства на территории Норвегии, которую освободили, но, увы, погибли более 2000 советских солдат. Ну, вот как можно оценить заявление человека, который руководит, с одной стороны, крупной мировой военно-политической структурой, с другой стороны, является деятелем, политическим деятелем, в общем-то, тоже в непоследней по своей мощи и уровню развития стране. Второй момент. Если все-таки господин Столтенберг озаботился судьбами мира, гражданского населения, страданием народов, то, наверное, было бы ему уместно, а тем более он выступал в Конгрессе США, вспомнить президента США Клинтона и того же, кстати говоря, генсека НАТО, на тот момент это был Солана, который руководили бомбардировками Югославии. Что они выпали-то из этой логической цепочки? Вот как раз о них и надо было говорить, как они пускали снаряды по мирным гражданам, абсолютно мирной столице. Почему-то о них забыли сегодня сказать. Не сегодня, это на днях было сказано. Или, например, ни слова не было сказано о, опять же, роли НАТО и, в частности, США, да и других западных стран в Ливии. Никто в одну цепочку руководства как Альянса, так и целого ряда западных государств, которые руководили операцией в отношении Ливии, тоже не сказал ни слова. Ну, про Буша, про Ирак, про сотни тысяч погибших в Ираке я уже сегодня сказала. Но про Буша тоже почему-то господин Столтенберг не сказал ни одного слова, а надо было бы. Я все это списываю на турное образование. Бюджет Госдепа США, мы обратили внимание, был представлен Конгрессу на прошлой неделе госсекретарем Помпео. Это проект бюджета, американского внешнеполитического ведомства на 20-й год. Так вот, больше его половины предполагается потратить на внешние операции, так называемую военную и экономическую помощь иностранным государствам. Ну, слово помощь здесь просто для отвода глаз, как мы понимаем. Помогать собираются в первую очередь в борьбе с пагубным влиянием России, согласно Помпео, это основной приоритет бюджета Госдепа. Помогут также в противодействии Китаю, он почетно вошел после России, конечно, в топ самых страшных вызовов и угроз современности. Далее по списку мирное восстановление демократии в Венесуэле. Миролюбивость, как вы знаете, это вообще отличительная черта наших американских партнеров исторически. Это уже хорошая традиция. Вот, господин Помпео миролюбиво отметил, что всем, кто препятствует разгрому мафии Мадуро, цитата, должен быть дан решительный отпор. Не менее миролюбиво США настроены поддерживать курс на максимальное давление на Иран, от которого продолжает, опять же цитата, исходить неослабевающая опасность. А вот на восстановление Сирии средства выделяются избирателям, мы сегодня об этом говорили, разделяя страну на достойных в помощи и на тех, кто ее не заслуживает. Вы знаете, это селективность, есть хорошие террористы, есть плохие, есть умеренные боевики, есть неумеренные. Вот точно так же есть те люди, то гражданское население, которое заслуживает в том числе и финансовой поддержки, а есть, которое должно прозябать дальше. Видимо, оставшиеся деньги пойдут на военные расходы, которые даже не стали обсуждать. Мир с точки зрения Вашингтона, по всей видимости, можно не только нести, но и насаждать. По сути, проект бюджета Госдепа очередной, совершенно открытый и прозрачный план по вмешательству американцев во внутренние дела целого ряда стран. Вы знаете, что в США давно оправдывают свои действия в мировом пространстве красивыми терминами наподобие интересов национальной безопасности. На этот раз все это тоже не становится исключением. Напомню, что когда-то США помогли афганским боевикам, потом сами же от них пострадали. Теперь Вашингтон демонстрирует абсолютно пренебрежительное отношение к международному праву, как никто другой, расшатывает стабильность в мире и на это выделяются и запрашиваются, по крайней мере, колоссальные суммы. Прага все более нас тревожит ситуация, которая складывается вокруг советских мемориальных объектов Праги. Только за последние полгода зафиксированы шесть случаев нападения вандалов на находящийся в центре чешской столицы памятный обелиск в честь красноармейцев, которые освобождали город от нацистов в 1945 году. Виновные каждый раз оставались безнаказанными. В ночь на 2 апреля сквернению подверглись могилы почетном захоронении наших воинов на Ольшанском кладбище в Праге. Были повреждены часть надгробий. К сожалению, пора говорить о тенденции в духе пресловутой войны с памятниками, при помощи которой размывается правда о Второй мировой войне, героическом вкладе Красной Армии в освобождении стран Европы от гипетровской оккупации. Именно в этом контексте приходится трактовать действия пражских властей, которые в августе прошлого года санкционировали установку провокационной таблички на памятник маршалу Советского Союза Коневу, убрали под надуманными предлогами создания городской ратуши памятную доску воинам-освободителям Праги. Напомню, она была установлена в 1946 году. Мы убеждены, что чешские власти, столичные администрации должны не поддерживать, а активно противодействовать такого рода уродливым явлением, которое наносит ущерб двусторонним отношениям. Мы ожидаем, что будут приняты эффективные меры для ликвидации нанесенного мемориальным объектом в Праге физического ущерба и скорректировано отношение к общепризнанным историческим фактам. Нам поступили вопросы на брифинг сегодня. В частности, были вопросы о новой редакции японских школьных учебников. Они пришли от разных СМИ, в частности, от Регнума. Мы обратили внимание на опубликованный Министерством образования, культуры, спорта и науки и техники Японии пресс-релиз о введении с 2020 года новой редакции учебников для младшей школы, где используется абсурдная формулировка об исконной принадлежности Южных Курил Японии. Мы рассматриваем это как еще один шаг официального Токио, нацеленный на пропагандистскую раскрутку своей известной позиции по проблеме мирного договора, прямо противоречащей общепринятой оценке итогов Второй мировой войны. Такие действия японской стороны, которые идут в разрез поставленной на высшем уровне задачи наращивания взаимного доверия, называют сожаления. Особенно огорчает то обстоятельство, что японская сторона формирует искаженное представление об исторических и юридических реалиях у подрастающего поколения своей страны, закладывая на будущее зерна отчуждений в отношениях между народами соседних государств. Лучше бы расширили главы про Хиросиму и Нагасаки. Японские дети не знают о том, кто осуществлял эти бомбардировки. Мне рассказали удивительный случай, когда в Соединенных Штатах Америки ребенок, который ходит в среднюю школу, ребенок из семьи наших соотечественников в качестве тем выбрал доклад на тему бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Родители абсолютно не политизированные были, но он выбрал ребенок эту тему и написал эссе, написал доклад. После этого родители вызвали школу и спросили, откуда у ребенка такие данные. на что было сказано, что в российском сегменте интернета и исторической литературе эти данные широко представлены, в отличие от США и Японии. Но мы можем поделиться. Поэтому лучше бы в учебниках больше внимания уделяли тому, как Соединенные Штаты сбросили ядерную бомбу на Хиросиму и Нагасаки. Был еще один вопрос о предложении сирийских демократических сил учредить международный суд над сторонниками ИГИЛ. Мы посмотрели, были сообщения средств массовой информации о том, что руководство этой структуры после объявления об успешном завершении операции по зачистке восточного берега реки Ефрат от ИГИЛ призвало мировое сообщество учредить специальный международный трибунал для привлечения к ответственности иностранных террористов-боевиков. Приметительно к ситуации в Сирии хотели бы отметить, что проблема присутствия иностранных террористов и боевиков имеет место не только на северо-востоке страны, но и на северо-западе. В частности, речь идет об Эдлибской зоне доэскалации, где в рядах Тахри-Рашам и других радикальных формирований воюют выходцы из Европы, Средней Азии и даже уйгурские исламисты из Китая. Исходим из того, что иностранные джихадисты в конечном счете должны понести заслуженное наказание за совершенные преступления. Мы неоднократно комментировали этот вопрос. В настоящее время привлечение их к ответственности возможно только на национальном уровне, в частности, в странах, откуда прибыли эти террористы, либо на территории тех стран, где они были задержаны. Что касается вопроса об учреждении некого международного уголовного трибунала, то всем ответственным членам международного сообщества необходимо подумать и выработать оптимальную форму, как реагировать на возникший феномен, каким может быть судебное преследование этих категорий. Речь идет об иностранных террористах-боевиках. Подобная формула должна носить универсальный характер и быть применимой в различных зонах вооруженных конфликтов. Вновь обращаем внимание, что российская сторона неоднократно озвучила готовность к самому тесному взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами, партнерами на всех направлениях антиритаристической деятельности. И был вопрос с прошлого брифинга о ситуации вокруг российского гражданина Михаила Войтовича на территории Таджикистана. Наше посольство в этом государстве следит за развитием ситуации и прилагает усилия по защите законных прав и интересов российского гражданина, в том числе и обеспечивает консульское присутствие на судебных заседаниях. Нарушений процессуального порядка со стороны органов правосудия Республики Таджикистан замечено не было. Михаил Войтович пользуется услугами адвоката, переводчика, претензий к условиям содержания в следственном изоляторе у него нет. Российская сторона убеждена, что компетентные органы Республики Таджикистан проведут беспристрастное расследование в отношении российского гражданина и смогут прояснить реальную картину произошедшего. И у нас был еще вопрос от Евразия Дели относительно создания в Республике Сербской независимых международных комиссий по расследованию преступлений против всех народов Сребреницы и против сербов Сараева. Мы поддерживаем создание в Республике Сербской Боснии Герцеговина независимых международных комиссий по расследованию преступлений упомянутых Как мной речь идет о событиях 1991-1995 года, которые в конце марта, начале апреля привели в бане Луки свои учредительные заседания. Мы отмечаем, что формирование комиссии напрямую связано с очевидными изъянами в деятельности Международного трибунала по бывшей Югославии и Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов. Мы неоднократно нашу позицию и непосредственные претензии к этим структурам высказывали, озвучивали. Именно неэффективность, избирательность и антисербская заряженность этих временных структур Международного уголовного правосудия на протяжении более двух десятилетий являлись одним из существенных препятствий для достижения устойчивого примирения на Балканах. И все это предопределяет необходимость максимально полного изучения и анализа трагических событий периода вооруженного конфликта в Боснии и Герцеговине. Мы надеемся, что включенные в состав комиссии эксперты из 12 стран в ходе предстоящей им масштабной работы смогут воссоздать целостную картину преступлений на межнациональной, межрелигиозной почве в районе Сребреницы, Сараева, поскольку многие из них под надуманными предлогами оказались за рамками деятельности МТБЮ и остаточного механизма. Мы приветствуем единодушное решение обеих сформированных комиссий не выступать с публичными комментариями по существу поставленных перед ними задач до составления полноформатных итоговых докладов. Такой подход является дополнительным свидетельством профессионального желания или профессионализма привлеченных специалистов. Мы ожидаем, что отчеты комиссии будут всесторонними, беспристрастными, позволят пролить свет на один из наиболее мрачных эпизодов конфликта в этом регионе и в конечном счете помогут компетентным органам осуществить истинное правосудие во имя всех жертв военных преступлений на боснийской герцеговинской земле. Мы призываем все профильные ведомства и организации в Боснии и Герцеговине оказывать комиссиям необходимое содействие в работе. Я еще раз хотела бы подчеркнуть, почему мы делаем такой шаг, почему мы призываем. Речь идет о том, что комиссии сформированы из экспертов из 12 стран. И также я хотела бы завершить вступительную часть информации о том, что 17-20 апреля в Республике Крым пройдет юбилейный 5-й Ялтинский международный экономический форум. В этом году он соберет сотни отечественных и зарубежных предпринимателей. Наряду с петербургским, восточным, сочинскими форумами Ялтинский входит в четверку крупнейших организуемых в России международных экономических бизнес-площадок. В этом году он объединит более 3000 участников из 100 стран. Страны Европы, Азии, Тихоокеанского региона, Африки, Ближнего Востока, Ладинской Америки будут представлены своими участниками. Главной темой форума станет «Мир, Россия, Крым. Новая реальность». Его программа насыщенно включает в себя десятки деловых мероприятий по самым актуальным вопросам международных отношений. В рамках форума запланировано проведение совместной сессии Министерства иностранных дел России и Международного информационного агентства «Россия сегодня». Она будет посвящена вопросам ограничения свободы слова в мире. Также очередной наш брифинг будет выездным. Он будет не следующим, а, соответственно, в указанный период. Поэтому мы вас всех приглашаем туда. И аккредитация представителей СМИ на участие в Ялтинском международном экономическом форуме в этом году проводится до 10 апреля. И для участия в форуме необходимо пройти аккредитацию в соответствии с утвержденными Оргкомитетом правилами. Ссылка на правила аккредитации будет выложена, как всегда, в тексте брифинга. Вам она необходима будет для того, чтобы попасть на брифинг официального представителя Министерства иностранных дел России, который пройдет на полях. О нашем брифинге и месте, дате и точном времени мы вас проинформируем дополнительно. Я готова ответить на ваши вопросы, если они есть. Да, пожалуйста. Добрый день, специальный корреспондент Новых Известий. Наша редакция благодарит вас за подробные ответы на наши многочисленные вопросы по делу Марии Лазаревой. Надеемся, что меры, предпринимаемые российским МИДом, принесут свои результаты. Но хотелось бы задать дополнительный вопрос сегодня. Как известно из сообщений от ТАСС в начале марта, недавно это было, этого года, глава МИД Великобритании Джереми Хант использовал механизм дипломатической защиты, чтобы обеспечить интересы и права сотрудницы фонда Thompson Reuters. Нарзанин Загари Рэдклифф. Она является гражданкой Великобритании и Ирана и находится сейчас в иранской тюрьме уже три года. В форен-офисе подчеркивают, что механизм дипломатической защиты заключается в том, что позволяет одному государству требовать от другого и добиваться от другого государства исполнения прав и интересов своих граждан за рубежом. В связи с этим вопрос следующий. Используются ли подобные меры в арсенале российского МИДа в отношении российских граждан? И если да, то может ли этот механизм быть применен к Марии Лазаревой? Спасибо. Вы знаете, учитывая, что я действительно видела эту формулировку, и она даже у меня вызвала вопросы, вызвала на вопросы, потому что, мне кажется, за три с половиной года проведения брифингов я ни разу не озвучила ни одного материала, насколько я могла вспомнить, и мне ни разу не приходил вопрос по этому термину, международно-правовому, то мы просто посвятили специальное время запросу наших экспертов, и мне кажется, будет правильным и справедливым, учитывая, что эта тема в публичном пространстве сейчас всплыла, просто дать характеристику и рассказать, что это за термин. Речь идет о термине дипломатическая защита. Так вот, наши эксперты-правовики нас просветили, что вопросы дипломатической защиты регулируются нормами обычного международного права. Они были кодифицированы Комиссией международного права ООН путем принятия проекта статей о дипломатической защите. В этом документе, конкретно статья 1, дипломатическая защита определяется как, цитирую, дипломатические меры или применение других средств мирного урегулирования со стороны государства, выступающего от собственного имени в интересах физического лица, являющегося его гражданином, или юридического лица, имеющего его национальность в связи с причинением вреда этому лицу в результате международно-противоправного деяния другого государства. Конец цитата. Средства дипломатической защиты активно используются Российской Федерацией для защиты прав, интересов наших граждан за рубежом. В то же время нужно учитывать, что государство-нарушитель может проигнорировать дипломатический демарш, отказаться от учреждения арбитража или обращения к посредникам, не признать юрисдикцию международного судебного органа, или даже отказаться исполнять его законное решение. Примеров немало, поэтому это не волшебная палочка, это один из элементов, который может... Ну, это не элемент, а целая система методик и инструментов для решения определенных вопросов. В случае, если государство-нарушитель упорно отказывается от добросовестного урегулирования, в отношении него могут быть предприняты ответные меры в рамках права международной ответственности. Но это является крайней мерой, как вы знаете, требует соблюдения особой процедуры. Поэтому, что касается данного случая, я не могу сказать ответственно или со всей ответственностью, что применяется весь набор, который я перечислила, и вообще в данном случае этот термин употребим. При этом, безусловно, целый ряд инструментов дипломатической работы задействован в упомянутом вами деле защиты российской гражданки. В Британии тоже признались, что в течение последних 10 лет не использовали. Ну, то есть, Мария Владимировна, по отношению к Марии Лазаревой, все-таки меры принимаются этого механизма? Я только что вам ответила на этот вопрос, что говорить о комплексном применении вот этого международного правового даже термина я не могу. Но элементы, которые перечислены в качестве составной части, они, безусловно, применяются. Спасибо. Да, и о целом ряде дипломатических шагов. Да, пожалуйста. Общество телевидения России, специальный корреспондент Давыдов Рустой. Мария Владимировна, скажите, пожалуйста, если президентом Украины стоит Владимир Зеленский, можно ли рассчитывать на положительные сдвиги в отношениях России и Украины? И второй вопрос, при каких условиях Россия не признает итоги президентских выборов? Спасибо. Если не преждевременно об этом говорить. Спасибо огромное. Ну, конечно, преждевременно подводить итоги, учитывая, что, как я уже сказала, страна находится в кульминационном моменте принятия судьбоносного решения. Поэтому, что касается подведения итогов, которые будут проходить на Украине, что касается оценки процесса, это все будет по итогам выборов, и оценка легитимности, нелегитимности и так далее. Это все по итогам. Вы знаете, что наших наблюдателей, российских наблюдателей там нет. Мы оперируем данными, во-первых, международных структур, которые являются профильными по наблюдению за выборами. Во-вторых, безусловно, данными, которые поступают от отдельных наблюдателей, которые там работают. Безусловно, мы оперируем данными, средствами, массовой информацией. Не все представлены, не всех туда пустили. Не всем дают там работать даже тем, кого пустили. Но так или иначе, картина складывается. Но еще раз говорю, все только после окончания выборного процесса. Это первый момент. Второй момент, что касается, если победит тот кандидат, если победит этот кандидат, возможно ли позитивные сдвиги в ту или иную сторону. Опять же, возвращаемся к пункту первому. Давайте дождемся. И тогда мы будем понимать вообще, о ком идет речь. И какова может быть, хотя бы после выборов, программа того или иного кандидата. Потому что даже это понять бывает нелегко. Но сейчас уже я вам могу сказать. Вопрос улучшения двусторонних отношений – это вопрос не российской стороны. Именно украинская сторона, именно киевский режим сделал все за последние несколько лет для того, чтобы нанести сокрушительный удар, по крайней мере, по правовой базе развития двусторонних отношений. Причем самая большая загадка заключается в том, и это на самом деле даже не загадка, это абсурдность ситуации заключается в том, что, как мы теперь умеем говорить, все, кто занимается внешней политикой, международными отношениями, ситуация на земле такова, что наши торгово-экономические отношения растут. Это говорит о том, что люди и потребность у населения есть к развитию нормальных отношений. Вы понимаете, что заставить развивать экономические отношения между компаниями, фирмами, индивидуальными предпринимателями нельзя. Либо человеку выгодно, либо невыгодно. Так вот, на земле у людей спрос на развитие отношений есть. Это очевидно. Мы являемся соседними государствами, нас связывает история, общая, так или иначе, культура, во многом совпадающие или не совпадающие взгляды. Это неважно. Вопрос в том, что есть потребность к развитию отношений, и есть конкретные показатели. Но при этом киевский режим делал все для того, чтобы полностью разрушить правовые основания для того, чтобы это сотрудничество, это взаимодействие развивалось. Поэтому еще раз говорю, если киевский режим столько лет уничтожал, как правовую базу, так, в общем-то, и наносил сокрушительный удар по, мне кажется, и восприятию в глазах собственного населения и реалий, и реалий отношений с Россией, занимаясь пропагандой, то это вопрос не России, это вопрос Киева. Это вопрос к тому человеку, который встанет у руководства этого государства. Спасибо. Да, пожалуйста. Саид, Афганский, информагент, священньюз и телевидение Арузии. В ходе встречи с секретарем НАТО президент Трампа назвал войну в Афганистане плачевной и нелепой. В то же время он отметил, что в Афганистане сейчас происходит... Нелепой? Да. Но он не знает, что там на самом деле по резолюции Совета безопасности находятся силы. Я вам говорю, там просто люди не очень владеют ситуацией нелепой или лепой. Вопрос в том, что был выдан мандат Совбеза на проведение соответствующей операции в Афганистане. Вот другое дело, как этот мандат был реализован, вот это большой вопрос. Но этот вопрос мы всё время на протяжении многих лет задавали как натовским представителям, так, в частности, и американским представителям. Неплохо было бы по выданному мандату прийти в Совбез, который выдавал этот мандат, и отчитаться о, как теперь говорит президент Трамп, нелепости того, что там происходит. Вот поэтому это удивительное выражение, которое вы сейчас процитировали. Почему оно удивительное? Удивительное, потому что, с одной стороны, есть мандат, между прочим, мировой, лидирующей, точнее, главной мировой структуры ООН, Совбезу ООН. Есть решение государства об участии в этой операции, но при этом то, что там происходит, опять же, на земле, действительно крайне нелепо. И когда мы задавали и задаём постоянно вопрос о том же, что там происходит и как соединяются мандат, то есть задачи, которые были поставлены, с теми результатами, которые достигнуты, нам никто не отвечает. А теперь говорит президент США о том, что всё, что там происходит, это нелепо. Это же прекрасно. К сожалению, это такая очень грустная ирония, потому что Афганистан ближе к России и все угрозы, которые исходят из территории этой страны, из-за неурегулированности происходящего и имеющей место там ситуации, они в первую очередь, конечно, затрагивают Россию. Поэтому об этом мы говорим и в региональных структурах, и в международных площадках, и так далее, и так далее. Да, пожалуйста. Мария Владимировна, здравствуйте. Агент Сареон Новости, Иван Булатов. В это воскресенье в Тунисе завершился ежегодный саммит Лиги Арабских Государств. Скажите, пожалуйста, каковы российские оценки прошедшего саммита? Спасибо. Вы знаете, что встреча состоялась 31 марта. Эта встреча была традиционной и стала заметным событием международного значения. Встреча была весьма представительной. Было 11 глав государств. Председательствующему на саммите президенту Туниса было передано приветственное послание от президента Российской Федерации в адрес участников форума. Текст, как вы знаете, был распространен как официальный документ саммита. Повестка дня общая арабской встречи в Верхах имела широкий охват. На передний план были вынесены кризисные сюжеты. Естественно, палестинская проблема, ближневосточное регулирование в целом. Конфликты в Сирии, Ливии, Йемене и большое внимание было уделено вопросам противодействия терроризму. В обобщенном виде наработки форума были зафиксированы в Тунисской декларации. В ней, в частности, акцентирована неприемлемость сохранения нынешней ситуации, когда арабский мир служит ареной противоборства международных региональных сил, идеологической и этноконфессиональной конфронтации. Исключительно важно, что участники саммита подтвердили центральное место палестинской проблемы. В общеарабских приоритетах особо отметили приверженность всеобъемлющему миру на Ближнем Востоке как стратегическому выбору. При этом была подтверждена незыблемость международной правовой основы ближневосточного урегулирования, включая соответствующие резолюции Совета безопасности ООН, арабскую мирную инициативу. Применительно к существующим на Ближнем Востоке и Севере Африки очагам напряженности, руководители стран-членов Лиги Арабских государств выступили за то, чтобы добиваться их урегулирования политико-дипломатическими методами в тесном взаимодействии с ООН без какого-либо вмешательства извне. Мы считаем, что саммит стал наглядным проявлением понимания лидерами арабского мира важности консолидации рядов перед лицом общих вызовов и угроз. Одной из наиболее опасных среди них является, как мы неоднократно говорили, терроризм, справиться с которым можно исключительно слаженными совместными усилиями. Спасибо. Портал Балт-Ньюс. Сегодня вопрос по Эстонии. Эстония, как и другие страны Балтии, стоит на передовой антироссийской повестке. И в этом вопросе активно подтверждает свою преданность североатлантическому альянсу. Президент Эстонии Герси Калюлайт, будучи кандидатом президента, заявляла, что не поедет общаться с российскими коллегами, предварительно не согласовав эту позицию с партнерами по НАТО. Но на прошлой неделе заявила о своем визите в Москву и желании встретиться с Владимиром Путиным. Встреча лидеров государств пройдет впервые за 8 лет. И как Россия относится, оценивает этот шаг? Есть ли в этом смена ориентиров или кончаются евросубсидии, и Эстония ищет поддержки Москвы? Что касается смены ориентиров и смены воззрений или сохранения прежней повестки, это вопрос к Эстонии. Россия не меняла своей повестке, не меняла своих взглядов. Мы выступаем за нормальные отношения, за сотрудничество в тех областях, которые выгодны, за решение проблем, которые возникают, стоят на повестке дня, за, конечно, неприемлемость той риторики, которую мы слышим, в том числе от представителей политического истеблишмента, в первую очередь официальных лиц, прибалтийских государств. Это все нередко мы наблюдаем. Поэтому это вопрос к эстонской стороне. Я единственное могу повторить то, о чем сказали уже в администрации президента, что и президент Эстонии планирует посетить Россию с частной поездкой. Было заявлено, что речь идет об участии в церемонии открытия после реставрации посольства этого государства в Москве. И то, что встреча планируется, речь идет о встрече с президентом России. Все остальные детали у администрации президента. Я еще раз хотела бы отметить, что Россия неоднократно декларировала свое желание, намерение и имеющиеся возможности к выстраиванию нормальных отношений. Что касается заявления о том, что касается того заявления, о котором вы сказали, что эстонский политик не намеревался ездить в Россию без согласования с старшими братьями, опять же, это вопрос не к России. Я думаю, что стоит поинтересоваться, было согласия, не было, но, честно говоря, нас это не очень интересует. Мы всегда выступали за то, чтобы суверенные государства пользовались и наслаждались своим суверенитетом. Да, пожалуйста. Цимблюк Роман, агентство НИАН. Мария Владимировна, 1 апреля «Новая газета» опубликовала интервью с российским старшим лейтенантом, который попал в плен на Донбассе, его зовут Алексей Сидиков, который он вам привет не передавал, но очень жалуется об условиях своего содержания, поскольку он был ранен и передвигается на костылях. Подождите, он жалуется на условия содержания где? В украинской колонии. Ну, вы передали украинской стороне его жалобы? Ну, это же российское здание. Нет, нет, подождите, подождите, минуточку, подождите. Это, может быть, российский следственный изолятор или это российская тюрьма. Человек находится на украинской территории, в украинских застенках, и вы спрашиваете об этом меня. Мы со своей стороны, конечно, все сделаем для того... Я еще вопрос не задал. А мне этого и не надо. Как это не надо? Я могу говорить и без вашего вопроса. Я вам просто хочу сказать, что это достаточно дико слышать упреки российской стороне от украинского журналиста, который представляет вполне себе заряженное средство массовой информации и имеющее пропагандистскую направленность, упреки относительно того, что на территории Украины находится человек, который жалуется на условия своего содержания. Так вы-то что, как журналист украинский, у которого есть связи с украинскими официальными лицами и политиками, что вы-то для этого сделали? Вы сюда приходите для чего? Чтобы что? Поиздеваться над человеком, который жалуется на то, как его содержат в украинских застенках? Или спросить, что мы делаем? Мы делаем все для того, чтобы каждый случай и по каждому случаю оказывать содействие. Не везде это удается. И, как вы знаете, летальные случаи, которые приводили к смерти российских граждан на территории Украины, в застенках украинских, тоже имели место. Как вы знаете, гражданин Иванов, речь идет о Львове. И вы мне сюда приходите и начинаете задавать вопрос, цитируя человека, который находится на территории Украины. Но это же какой-то абсурд. Зачем вы это делаете? Для того, чтобы что? Для того, чтобы сказать, что киевский режим пользуется такими мерами, что огромное количество российских граждан не имеют нормальных условий, когда их захватывают, задерживают и так далее, и так далее. Вот для чего вы это делаете? Вы хотите еще раз, так сказать, грязь лицом просто ткнуть киевское руководство? Я не понимаю логику. Если вы позволите, я продолжу. Мне судьба вашего гражданина абсолютно все равно. Вы же представитель МИД России. Вы, наверное, должны переживать за граждан России. Мне судьба этого человека фиолетовая. Но вы же меня перебили. Но это классическая позиция свободного журналиста. Вы меня перебили. То есть вас интересуют только те люди и судьба только тех людей, которые являются граждан Украины. Я правильно понимаю? Вы меня... Нет, я правильно поняла? Вы меня перебили. Нет, я хочу уточнить. Я правильно ли поняла, что вас интересует только судьба граждан Украины? Я правильно поняла? Я уточняю. В первую очередь граждан Украины. Ну, во вторую. Но если бы я этот вопрос не поднимал, то, очевидно, его бы здесь не сдал бы никто. Так вот, если вы позволите вернуться к этой публикации, которая вышла в «Новой газете», там также сообщается, что в связи с тем, что этот человек, этот старший лейтенант, действительно ранен. И в тяжелом физическом состоянии, украинская сторона неоднократно предлагала его обменять на граждан Украины. И последнее предложение было со стороны Украины обменять его, например, на Павла Гриба, которого осудили в Ростове, у которого тоже проблемы со здоровьем. И вопрос у меня такой. Почему российская сторона всегда говорит о том, что мы делаем все возможное, но постоянно отказывает Украине в обмене этих людей? Ну, это же неправда. И, по-моему, два брифинга назад, недели две назад я вам уже приводила примеры того, как российская сторона содействовала соответствующим обменам. И, опять же, из-за очень странной позиции именно украинского руководства, именно представителей киевского режима, эти обмены... Я же вам, я же конкретно вам даже приводила пример. Я говорила, я безусловно приводила... Вы же мне сказали, что российская сторона всегда отказывает. И я вам привела конкретный пример с конкретными фамилиями. Поэтому вы, пожалуйста, не говорите то, чего нет. Это раз. Во-вторых, вы на кого ссылаетесь, говоря о том, что украинская сторона предлагала? Это кто? Какие предложения были? Кто с ними выходил? И на кого с российской стороны? Согласно публикации «Новой газеты» с таким предложением вышла Ирина Герашенко, уполномоченная президентом Украины по гуманитарным вопросам. Мы со стороны украинских дипломатических, внешнеполитических или иных структур, которые уполномочены заниматься такими вопросами, этой информации не получали. У меня нет таких данных, что какие-либо предложения от украинской стороны, от структур, которые имеют право и просто занимаются в силу своих функциональных обязанностей, чтобы нам такие предложения делались. Если эти предложения делались у тех политиков или общественных деятелей, для которых очень важен общественный резонанс, если такие в публичной сфере предложения делались, то, как вы понимаете, они должны быть как минимум поддержаны со стороны исполнительной власти. Ваша исполнительная власть по этому вопросу нас не беспокоила. Еще раз нажмите, пожалуйста, кнопочку и скажите. Эти предложения сделаны в Минске 16 раз в рамках трехсторонней контактной группы. Ответ России отсутствует. Я еще раз говорю, у вас, извините, на Украине существует, по крайней мере, ну мы так слышали, есть Министерство иностранных дел. У вас функционирует посольство Украины на территории Российской Федерации. Можно было бы получить от них какую-либо информацию по данному поводу. Или вы полагаетесь только на новую газету. Есть исполнительная власть. Опять же, так написано на зданиях, что это исполнительная власть Украины. Эта исполнительная власть имеет все полномочия, чтобы делать соответствующие предложения. Через дипломатические представительства направляется дипломатическая нота, которая затем принимается, расписывается российским компетентным органам, которые рассматривают это все в правовом поле. Но, конечно, и принимаются политические решения. Я хотел бы вас поправить, что ваше заявление абсолютно является фейковым, и абсолютно является неправильным относительно того, что Россия всегда блокирует и никогда не реализует. Это неправда. Блокировки происходят именно с украинской стороны. Я называла фамилии. Я сегодня обязательно сделаю все для того, чтобы опубликовать еще раз и обновить эту информацию. И самое главное, у нас были прецеденты, и у нас были примеры обмена. И вы о них тоже прекрасно знаете. Вот обменяли Надежду Савченко. Кстати говоря, как она? Хотела очень баллотироваться в президенты, ей не дали. Как там, по Се? Волнуется? Нет. Давно мы не видели движения на этом направлении. Но это абсолютно... Я не ухожу в сторону. Еще раз говорю, что я обязательно сегодня приведу... Во-первых, у наших территориальных специалистов, которые занимаются этим вопросом, спрошу и еще раз перепроверю. Были какие-то ноты, обращения со стороны посольства Украины в Москве или по линии нашего посольства в Киеве, получали ли мы какие-то предложения на этот счет. И обновлю те материалы, которые озвучивала, отвечая на ваш же вопрос, относительно того, как украинская сторона в последний момент, несмотря на свои заверения, и согласованный список не дала обменять людей по тому списку, еще раз говорю, который был согласован. Но вы, еще раз говорю, если вы являетесь журналистом, и если вы обратили внимание, как и мы, на то, что российские граждане находятся на территории Украины и жалуются на условия содержания, а это речь идет о том, что он находится в структурах и задержан правоохранительными органами Украины, почему же вы не обращаете внимания этих самых органов и этих самых структур страны, которые представляете. Я вот это никак не могу логики понять. Я понимаю, что вам, как вы сказали дословно, ваша цитата фиолетово, судьба людей, которые... То есть вы, видимо, вообще приходите для того, чтобы какой-то здесь просто придумать такой повод, чтобы вас заметили и так далее. Я услышала вас, я первый раз в жизни слышу от журналиста, что ему фиолетова судьба человека, который задержан, и который, мало того, использует средства массовой информации для того, чтобы сказать о том, в каких условиях он содержится. Это первый раз в моей жизни. Но всегда что-то бывает первый раз. Да, пожалуйста. Вы знаете, у вас есть сегодня прекрасный повод поговорить с Романом Цымбалюком. Конечно, мы поговорили. А вы уже поговорили? То есть вы общаетесь? Но я на его ролик сделал ответ, где показывал, что мы там воевали против наций. Нет, вы лично теперь можете просто пообщаться. Ну, поговорили немножко, поговорили перед этим, да. Если вам нужны условия для этого, мы можем их здесь вам предоставить. Ну, если есть какая-то закрытая комната, но мне право плечо болит, но я могу еще поговорить. Обращайтесь. Хорошо. Так, я по вопросу Украины. Вы немножко ответили на вопрос, который я хотел задать, который вообще никого не заметил. Украина, значит, полностью исключила Донбасс с этих выборов. Я только что об этом говорила. Украина де-факто признает, что Донбасс не находится в состав Украины. Ну, чуть-чуть подробнее, если можно. Просто я не ожидала. Я именно об этом сегодня сказала. И именно вашими же словами. Меня тоже удивило, что никто не обращает внимания из ведущих политологов, из ведущих обозревателей. Все как-то сфокусировались на стадионе. А на самом деле главное – это другое. Главное то, что эти выборы, этот электоральный процесс просто провел черту, по большому счету, и отсек огромное количество граждан Украины от возможности принять судьбоносные для себя решения. Как будут сосуществовать с целым регионом, а этот регион, извините меня, все-таки представляет огромное количество людей. Как будут сосуществовать, как будут реализовывать совместные планы – это большой вопрос. И теперь этот вопрос уже не риторический, а чисто практический. Люди были отсечены, намеренно отсечены от участия в выборах президента страны, которая претендует на то, что этот регион и эти люди являются частью всей Украины. Но опять же, этот вопрос не к российской стороне. Я сегодня на это внимание обратила. Да, пожалуйста. Мария Владимировна, я хотел бы отойти от вопросов в политике. Вы знаете, мне крайне импонировала сегодня ваша позиция по поводу вашего анализа уровня образования политиков руководителей НАТО. А вот скажите, не хотели бы вы обратить внимание наших руководителей системы образования российской на то, чтобы наконец-то мы все-таки решили вопрос о том, чтобы мы вышли бы из системы соглашения Болонского и вернулись к своей традиционной российской системе образования, потому что она была одна из лучших в мире. Потому что мы сегодня гробим фактически образование, и мы можем получить точно таких же политиков. Да, я не могу с вами согласиться по одной причине, потому что каждый год в МИД приходят выпускники различных российских вузов. И это люди с прекрасным, блестящим образованием. Это действительно... Я прекрасно понимаю, что действительно был некий провал, связанный с концом в 80-х, 90-х годов. Я, к сожалению, сама училась в высшем учебном заведении в те годы, когда менялось всё. Когда мы приходили и вместе с преподавателями учили, например, предмет, связанный с экономической теорией, микроэкономикой и так далее, и так далее. Потому что до этого преподаватели обучали тому, что знали, а знали они политэкономию. Поэтому, безусловно, проблема перехода с одних образовательных рельсов и с одних реалий на другие, она дала о себе знать. Но, принимая на работу молодёжь, сейчас я могу сказать, что это люди с блестящим образованием. Прекрасная языковая подготовка. Это наш профиль просто. Знания, история, литература и так далее. Поэтому я... А что касается обращения, о котором вы говорите, я думаю, что вы, как представитель СМИ, лучше и вам как-то сподручнее обратиться к нашим профильным ведомствам. Это точно не мои функциональные обязанности. Но могу отметить, что действительно меня поражает и кругозор, и, не знаю, и... Я не могу и, наверное, не хочу сравнивать с выпускниками советского периода. Это просто сложно сделать, учитывая, что это уже старшее поколение, опытное, прожившее жизнь, отшлифовавшее свои знания в ходе практики. Это просто невозможно сравнить. Я умею нет такой возможности. Но те ребята, которые приходят, ну, как минимум последние 4-5 лет, это действительно хорошие профессионалы. Дело в том, что... Я объясню, в чём проблема. Я главный редактор газеты «Президент», а одновременно президент Всероссийского фонда образования. Так вот, дело в том, что российские дипломы как не признавались ни в Европе, ни в мире, так не признаются и сегодня, несмотря на то, что мы подписали Болонское соглашение. Это абсолютный нонсенс, во-первых. А во-вторых, наши коллеги за рубежом, в том числе и в Европе, считают, что мы, подписав Болонское соглашение, фактически угробили систему высшего профессионального образования в России. И третье, сегодня один из важнейших элементов национальной безопасности России, это подготовка российских учителей. И мы, перейдя на Болонскую систему, фактически уничтожили подготовку педагогических кадров. Спасибо вам за доверие, но я вот пока за внешнеполитические вопросы отвечаю, хотел бы на этом сфокусироваться. Я уточню по поводу признания дипломов. Мне самой стало интересно. Может быть, на следующий брифинг приведу какую-то статистику. Да, пожалуйста. Добрый день. Информагентство «Национальный курс». Украинское общество могли бы заниматься суверенной политикой до выборов, то есть повернуться лицом к истекающему кровью Донбассу, начать восстанавливать страну, начать диалог с Россией. Но 31 марта мы увидели, как страна погрузилась в голливудский иллюзион, театр абсурда. И вот мы видим уже актер комедийного жанра шагает из экрана в реальную жизнь. Уже скоро будет непонятно, где реальность настоящая, где виртуальная. Пожалуйста, давайте быть все-таки уважительными к людям различных профессий. Каждый человек имеет конституционные права. Они закреплены законом. Если человек идет путем соблюдения конституционных прав, почему мы должны уничижительно относиться к людям разных профессий, которые идут во власть? Причем эта власть разная. Это вопрос, начиная от муниципалитетов, заканчивая высшими должностями в государстве. Я с этим категорически не могу согласиться. И история знает прекрасные примеры, как люди совершенно разных специальностей занимают различные посты, как они руководили государствами, как они вносили исторический вклад. Понимаете, я не знаю те вузы, я не знаю те программы, в которых было бы написано «Водоем диплом президента». Ну просто нет такой мировой практики. Специалисты, связанные с образовательной проблематикой, вам это подтвердят. Есть гражданская позиция. Если человек любой профессии считает для себя возможным участие в электоральных процессах, в судьбе своего государства, почему кто-то должен уничижительно высказываться. Давайте судить о делах и давайте судить о чистоте процедуры исследования и исполнения законов той или иной страны, когда нас об этом спрашивают. И когда международным правом это предписано. Поэтому мне кажется, давайте эту сторону оставим все-таки народу Украины. И пусть они решают, кто достоин быть их президентом, какая профессия лучшая, что возможно, что невозможно в условиях современной Украины. Это их вопрос. Это их будущее. Да, действительно, выбор от выбора президента Украины действительно зависит многое с точки зрения и международной повестки в контексте неурегулированности внутриукраинского кризиса, который на многое влияет. Простите меня, то количество беженцев и то количество граждан Украины, которые пришли с территории Украины на территорию Российской Федерации, которым нужно было предоставить все от детских садов, работы, школ, жилища. Я таких примеров не знаю в современной истории. Я знаю беженцев, которые живут практически в подвальных помещениях, в переходах, рожают на территории Европы, и никто не собирается их интегрировать в свое сообщество. Мало того, это наоборот вызывает всплеск националистических настроений на территории этих государств. Россия в данном случае провела себя совершенно по-другому. Еще раз говорю, я думаю, что это уникальный пример. Поэтому в этом контексте, да, безусловно, нас это не может не волновать. Безусловно, конечно. Но что касается уважения к, я не хочу говорить, электорат, к людям, я просто просила бы у вас эти оценки, ну, по крайней мере, как-то вот обратить ваше внимание на этот аспект. В конце концов, это вопрос выборов в суверенном государстве. Хорошо, но я даже не о том, что как-то оскорбительно о Зеленском. Роман, я хорошо сейчас сказала? Вот, видите? Я должна была порадовать Романа сегодня. Я даже не оскорбительно о Зеленском, а я о том, что это часть большого шоу, часть большой иллюзии под названием «Выборами президента». И похмелье от этого наркотического опьянения будет тяжелым. Мой вопрос в том, хватит ли у органов власти России, правительства воли, суверенитета признать эти выборы. Слушайте, по выборам в 2014 году хватило воли признать. Вот уж, где было абсолютно беззаконие и мракобесие. 2014 год. Вы вспомните, конституционный переворот, очередной Майдан, вмешательство в какие-то электоральные процессы, вообще в грубейшее вмешательство. И все просто закрыли глаза на то, что и как проходили те выборы. А мы помним, что они проходили просто под, не знаю, коктейлями Молотова, которые были, по-моему, самым ходовым товаром или даже не товаром, а предметом предметом за пару месяцев до этого, покрышки, костры и так далее. Но все, ну, по крайней мере, Москва дала возможность Украине, даже, несмотря, это нельзя назвать грубейшими нарушениями, а просто, так сказать, завершить эти процедуры, назовем это так, в 2014 году, дабы у государства появился шанс на консолидацию общества и на движение вперед. Как распорядился киевский режим этим полученным кредитом, политическим кредитом, вы все видите, итог налицо. Ну, я и говорю, что выборы данных, они являются логическим продолжением выборов в 2014 году. Давайте оставим. Я помню, как замечательно сказала одна из представительниц, очень известная российская фигура, человек, действительно имеющий общественный вес и к ее словам прислушиваются. Это было, я не помню, я вот хочу найти эту цитату, найти фрагмент этого видео, потому что я точно помню, что это было видео, я не просто читала, я это слышала и видела. Когда ее спросили, она возвращалась с Украины и был очередной какой-то какой-то очередной виток внутриполитического противостояния, мне кажется, это были двухтысячные, может быть, середина двухтысячных. И когда спросили, скажите, пожалуйста, что же там происходит, и вот вашими же словами, на что был такой ответ удивительный, что, ну, вы понимаете, ну, такой сейчас момент на Украине. Этот момент немножко затянулся, но это их момент, это их государство, и пусть не сами решают, кто будет достойным представлять интересы проводить реформы, либо наоборот не проводить реформы. Оставим это людям и населению этой страны. Главный вопрос, на мой взгляд, и главная проблема этих выборов, это то, что ножом по-живому была отделена часть и территории, и часть населения от принятия важнейшего решения. Вот это факт. И это то, что не может не волновать всех, потому что, собственно говоря, именно этому были посвящены пятилетние усилия международного сообщества. И это стало, на мой взгляд, опять же, самым страшным ударом по всем переговорным политическим процессам, которые были направлены на урегулирование внутриукраинского кризиса. Извините, все-таки хватит ли сил суверенитета у России не признавать эти выборы? Потому что... Я ответила на этот вопрос. Все оценки выборов могут проходить только после выборов. Благодарю. Да, пожалуйста. Хотелось бы внести нотку позитива. Да мы тут целую арию позитива сейчас исполнили. Ну, еще одно. Прошло 1 апреля, день, когда все друг друга разыгрывают. Вот в свете того, что очень много в последнее время фейк-ньюс. Было ли что-нибудь такое в прошедший понедельник, что бы вы могли назвать добрыми розыгрышами в СМИ, не относящимися к дезинформации ни в коем случае? Нет, в СМИ не было, но меня мама разыграла. Есть еще вопросы? Да, пожалуйста. Портал news.ru с Дорожной Кристины. 31 марта командующий ливийской национальной армией Халиха Хафтар заявил, что в течение ближайших двух недель Ливия станет свидетелем разрешения многолетнего кризиса благодаря формированию нового правительства национального единства. Вчера Хафтар объявила о начале операции по очищению Западной Ливии от террористов, что правительством Сарджа было воспринято как прямая угроза. Вопрос, как эксперты МИД оценивают нынешнюю ситуацию и означает ли это, что она движется не к политическому консенсусу, а к силовому разрешению. Мы надеемся, что этот сценарий не будет применен. Мы исходим из того, что этот кризис будет урегулирован политико-дипломатическими усилиями. И прилагали для этого усилия на протяжении нескольких лет. Да, пожалуйста. Я не могу дать оценку конкретному высказыванию. Я могу дать оценку и переподтвердить приверженность России политико-дипломатическому урегулированию. Безусловно, приоритет отдается взаимным договоренностям сторонам. Если есть вещи или если есть вопросы, по которым позиции сближаются, мы это приветствуем. Если в этом необходима помощь посредников, мы, безусловно, в рамках наших обязательств, как сопредставители Минской группы, готовы их оказать. Содействуем процессу, поддерживаем контакт. Конкретное заявление, мне кажется, что комментировать не имеет смысла. Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. Давайте дадим слово. Меня зовут Теб Фасов из Аль-Джазира. Из Аль-Джазира. Из Аль-Джазира. Из Аль-Джазира. Если разрешите, задайте вопрос на английском языке. У меня вопрос по арктическому форму на следующей неделе. Одна из основных тем это северный морской путь. Это очень многообещающий и престижный проект, но есть очень много сомнений по поводу его целесообразности. Мой вопрос рассчитывает ли правительство, что форум позволит ускорить развитие северного морского пути. И еще один вопрос касающийся сегодняшних новостей про израильских солдат, которые были обнаружены российскими войсками. Может ли вы поделиться подробностями, как именно они были обнаружены и каковы итоги встречи. По первому вопросу передо мной поставили вопрос, почему это волнует Аль-Джазиру. Каким образом арктический форум является сферой интерес в Аль-Джазире? У меня нет никаких претензий, просто мне это интересно. Обычно все-таки у вас другая сфера. Мы занимаемся очень разными вещами по всему миру. Это просто потому, что вы делаете репортажи обо всем или потому, что есть какая-то привязка к региону теперь уже? Я поняла. Хорошо. По арктическому форуму я, в общем, достаточно полно охарактеризовала, каким образом, я так понимаю, ваш вопрос был связан с тем, каким образом на практике будет осуществляться решение вопросов. Ну, в общем-то, это не первый форум. Это не первый раз, когда ставится задача обсуждения и поиска практического выхода из различных вопросов, в том числе и проблемных, которые есть в регионе. Это уже пятый форум. И на вопрос, как, я могу ответить так же, как и в прошлые разы. Вот в рамках существующей уже традиции обмена мнениями, проведения переговоров, в том числе и проведения открытых для средств массовой информации дискуссий, в ходе которых можно задать любые вопросы, мы планируем найти ответы на многие сложные проблемные моменты, которые существуют. Целый арсенал мирно-дипломатических средств для решения сложных вопросов. Самое главное, что приезжают представители всех стран региона на очень высоком уровне. Соответственно, можно будет услышать и различия в позициях, и при этом найти точки соприкосновения. А по поводу вашего второго вопроса, пока у меня нет информации, я уточню. Да, пожалуйста. Здравствуйте, Мария Владимировна. Журнал «Международная жизнь» с уманией фьюрии. Хотел бы вернуться к теме НАТО. Все-таки юбилей такой большой в кавычках. Хотелось бы какую-то аналитику провести. За последние 30 лет ось активности, так это назовем, НАТО смещается с Западной Европы в Восточную. При этом у западных стран, у стран Западной Европы некие конфликты, вопросы к главному актору НАТО к США по поводу взносов в Альянс и так далее. Вот хотелось бы спросить, как по-вашему может ли НАТО против своей воли даже сблизить Россию и страны Западной Европы таким образом? Может ли НАТО сблизить кого-то? Таких примеров история не знает. Я видела только и вы знаете о том, что НАТО пополняется новыми членами, новыми странами, которые сейчас уже подтягиваются туда различными методами. Честно говоря, к чему это ведет? На наш взгляд, это ведет к как раз, хотя понятно, что объединяя большее количество стран, вроде бы может создаться иллюзия того, что это объединительная повестка. Но если вы посмотрите на карту мировую, в частности Европы, ну не только Европы, вы поймете, что ничего объединительного в этом нет. Потому что даже если взять Российскую Федерацию как одну шестую части суши, без налаживания конструктивного и регулярного диалога, никакой объединительной повестки быть не может. Это во-первых. Во-вторых, объединяя страны в последнее время в основном европейского континента, Северно-Аллинический альянс, ставя глобальные цели, при этом не имеет опять же никакой повестки мирного плана, объединительного плана для других регионов мира и не может иметь. потому что мне кажется все научены горьким опытом, а потом опять же, во-первых, участие альянса и сил альянса в региональных конфликтах, а во-вторых, поведением отдельных членов, которые являются главенствующими членами в этой структуре, опять же, в различных частях света. Поэтому о какой объединительной повестке можно говорить? На наш взгляд, никакой. И самое главное, ведь вы посмотрите, сам процесс принятия решений в альянсе, в НАТО, он никаким образом не связан с какой-либо демократической основой. Есть идеологи и стратегии в лице Вашингтона. Несмотря на то, что генеральный секретарь организации традиционно представляет не Соединенные Штаты Америки, а какие-либо другие страны, но при этом все руководство, весь так называемый топ-менеджмент организации сформирован из бывших представителей исполнительной власти, Министерства оборон, Госдепартамента США, людей, связанных с национальной безопасностью США. Соответственно, вся повестка формируется именно Вашингтона. Все остальные принимают эту повестку, не участвуя ни в согласовании такой генеральной стратегии, не имея, в общем-то, ни права голоса, не имея ничего. Те ошибки, которые были совершены Альянсом, никаким образом не были исправлены, что является тоже еще одним доказательством, что это не объединительная повестка, а исключительно только такая пропагандистская деятельность в интересах небольшой группы государств. Вот и все. Поэтому о равноправии внутри Альянса говорить просто невозможно. Этого равноправия нет. Если в организации нет равноправия, ну какая же это объединительная повестка. Сейчас, есть ли еще вопросы? Да, пожалуйста. Герман Парлов, Федеральный агент новостей. Глава МИД Сирии заявил, что Сирия не исключает военный вариант решения проблемы оккупированных голландских высот, однако сейчас приоритетной является борьба с терроризмом. Вот по вашему мнению, насколько в принципе возможен военный вариант решения проблемы голландских высот? На наш взгляд эта проблема и вообще в первую очередь она сформулирована и обозначена в международно-правовых документах. Принимались они не вчера, принимались они много лет назад и принимались не в том числе как альтернатива военному решению этого вопроса. Если бы на тот момент международное сообщество, имея совершенно разные подходы, взгляды и в том числе глобальная ситуация на Ближний Восток не нашло в себе силы для консолидации позиций по данному вопросу, то, наверное, можно было бы рассуждать о различных сценариях и вариантах. На сегодняшний день в этом вопросе все опираются на международно-правовую базу. И, собственно говоря, поэтому тот демарш, который был совершен Вашингтоном по признанию суверенитета Израиля над Голландами столь опасен, потому что он как раз размывает международно-правовую основу. Поэтому в качестве вот такой потенциальной угрозы да, мы можем говорить, что действия Соединенных Штатов Америки несли колоссальный удар именно по международной правовой базе решения потенциального возможного решения этого вопроса. И это очень опасно. Но при этом, на мой взгляд, международное сообщество однозначно высказалось десятилетия назад относительно возможностей и безальтернативности решения именно политико-дипломатическим путем. Резолюция Совбеза обязательно для исполнения всеми государствами. Тогда идем второму кругу. Пожалуйста. Сегодня телеграм-канал дал информацию, что... Господи, не читайте вы телеграм-каналы. Но все-таки информация очень интересная. Технически готов конституционный акт о проведении референдума по объединению России и Беларуси. Вы что-то слышали? Я еще раз хочу вас как бы предостеречь от прочтения, тем более цитирования тех источников, которые никаким образом не идентифицированы, в которых нет ни обратной связи, в которых нет ни какого-то редакционного совета, которым невозможно ни задать вопрос, ни привлечь к ответственности или к ответу, или разместить какую-то... Не читайте и не используйте эту информацию. мне кажется, мы уже достаточно стали жертвами, причем я говорю в общем о мире, о нашей планете в целом, и сейчас все усилия направлены на борьбу с фейками, потому что мы уже в достаточной степени стали жертвами неограниченного хождения фейковой информации. Поэтому я сама не опираюсь на ту информацию, которая распространяется безымянными источниками, несмотря даже на большой круг их подписчиков и так далее. Мне кажется, это очень опасно. И самое главное, это противоречит тому, о чем, в общем-то, все сейчас договорились в борьбе с фейками. Что-то может быть и правильно, что-то может быть неправильно, но глобально, если средство распространения информации не заявляет о себе, не заявляет об обратной связи, и ты понимаешь, что это обратной связи и нет, и ты не понимаешь, кто несет ответственность, для меня это триггер. Благодарю. Спасибо большое. До следующей встречи.